Ни для кого не секрет, что люди, потерявшие зрение, имеют обостренный слух. А уж если мы говорим о кинематографе, то здесь почва для обыгрывания этой темы весьма плодородная. Слепые от рождения или потерявшие зрение люди в кино побывали во всех жанрах, от фильмов ужасов до весьма успешных кинокомедий. Ну а Марвеловский сорвиголова и вовсе супергерой. Гораздо ранее еще один известный герой боролся с проявлениями несправедливости жестокими и решительными методами. Странник Затойчи, слепой массажист костоправ, по совместительству искусный фехтовальщик. Об этом японском мастере Клинка сняли на родине около 30 фильмов. Не мудрено, что на другом континенте внимательно приглядывались к успеху этой франшизы. И, как и полагается, Голливуд не устоял перед восточным обаянием убийцы с мечом, спрятанным в трость. В 1989 году свет увидела кинолента «Слепая ярость» режиссера Филиппа Нойса. Этот австралийский кинодеятель до этого, пожалуй, ничем не прославился. Из более заметных работ засветившись лишь над работой в сериале «Автостопщик». И прежде чем покомандовать на съемочной площадке слепой ярости, сам фильм сменил несколько режиссеров, пока перед взорами продюсеров не появился дебютант в американском кинопроизводстве Филипп Нойс. За основу сценария авторы взяли 17-й фильм о японском слепце Затойчи. Один из продюсеров оказался ярым поклонником серии этих фильмов и буквально горел идеей реализации этой истории в реалиях современной Америки. Проект носили по трем студиям, но там требовали переписать сценарий. В итоге за 7 лет хождений по киностудиям сценарий переписывался 11 раз. На роль слепого ветерана войны во Вьетнаме, который мастерски владел мечом, взяли Рутгера Хауэра. В активе этого колоритнейшего актера уже были роли в таких шедеврах, как «Бегущий по лезвию» и «Попутчик», в которых Рутгер Хауэр предстал далеко не по складистым персонажем. По сюжету фильма герой Рутгера Хауэра после боя во Вьетнаме теряет зрение. Вскоре его находят жители одного из селений, которые обучили его использовать на 200% оставшееся чувство, а также умело владеть мечом. По возвращении в Соединенные Штаты он отправляется навестить старого приятеля Фрэнка Деверо, который является неплохим химиком. Но Деверо используют преступники для того, чтобы он изготавливал для них сильный наркотик. Слепой герой вступает в смелое противостояние, чтобы спасти своего друга и его сына из цепких рук преступников. Рутгер Хауэр вспоминал, что этот фильм был одним из самых сложных в его карьере. Ведь ему пришлось дважды учиться. Первый раз это когда настоящий слепой учил его поведению незрячих, а на второе обучение из Японии прибыл сам Шо Касуги, звезда японских и американских боевиков про-ниндзя 80-х. Шо Касуги обучал Хауэра обращаться с катаной. Также японец сыграл в киноленте эпизод, где в конце фильма сражался с героем Рутгера на мечах. В остальных ролях были замечены Ник Касавентис, Мэг Фостер и Рэндал Тэг Скобб. Многие из них появились всего на несколько минут, например Мэг Фостер, а некоторые доставляют на протяжении всего фильма. Например это забавный персонаж Ника Касавентиса. Рэндал Тэг Скобб хоть и играет отъявленного негодяя, но уж слишком добрые у него глаза. В конце фильма его злобного героя Рутгер Хауэр аккуратно делит на два. Нет, не с помощью математики, а при помощи своего меча. Хочу отметить, что эта сцена сильно смахивает на подобную из первого эпизода Звездных войн, вышедшего через 10 лет. На протяжении всего фильма вы носитесь с героями по стране, попадая в опасные и комичные ситуации. Этот фильм умудряется быть и боевиком, и драмой, и комедией одновременно. На съемках порой стояла такая жара, что казалось солнце светило над штатами 24 часа в сутки. Продюсеры раскошелились и приобрели огромный мобильный бассейн для съемочной группы. Вы скажете, не гигиенично. Да какая к черту гигиена при почти 50 градусах жары? Бюджет киноленты составил почти 10 миллионов баксов. Американский дебют австралийца Филиппа Нойса с треском провалился. Американцы без особого энтузиазма пошли в кинотеатры смотреть на приключения слепого бродяги. Финансировавшая киношку Tristar Pictures постепенно загнала себя в долги благодаря таким постановкам, пока не была благополучно куплена корпорацией Sony. Наследие фильма могло пополниться продолжением, но сборы подкачали. И спустя долгие годы лента все же с интересом смотрится в пределах квартиры, где непривычно добрый и крутой Рутгер Хауэр со скоростью молнии размахивает катаной, спрятанной в трость слепого.